итак ребята привет сегодня я вам покажу и расскажу то что мы сегодня накопали накопали очень много слет у нас получился спонтанный все приехали те кого я знаю с кем копал много людей которые ну смотрели меня многие учились у меня и мы все приехали на одну деревню пошурфить случайно аж было себе семь машин ребята находок зашквар сенсация ребята вас обязательно ждет вы офигеете что мы сегодня подняли медали серебро медь царская совет это банально но есть такая изюминка вы просто будьте в шоке ой парень поднял приехал по как ко мне в гости пообщаться пошурфить на совместно мы шурфили один фундамент и и вы знаете ему фортануло так что ему потом пришлось ехать в магазин который находится в 20 километрах по полям и ему пришлось проставляться да ребята проставляться пришлось не по-детски находка просто бомба ребята просто просто бомба так что смотрим будет несколько частей итак ребята доброе утро все проснулись ну и на удивление я самый последний встал рискингом мы ночью периодически вставали смотрели что у нас творится в лагере то один шатается то второй то третий в общем периодически вскакивали смотрели что тут у нас как но проснулись сегодня впервые такую у нас на практике мы спали как слоны выспались достаточно хорошо нормально пацаны отправились на фундаменты в лагере мы находимся сейчас втроем вот кто-то немножко лечится кто-то немножко переговаривается сообщается семьей что все хорошо кинг блин в общем классно классно вчера откопали судя потому что вы видали на своих экранах несколько закладных это пятак масонский это точно закладной потому что в этом доме не могло быть жизни именно в эти года то есть середина восемь девятнадцатого века вот все находки советские это означает что ребята это закладные также закладной был 1870 года несколько цариков выпали на не чисто случайный наверное и сколько у нас несколько серебрушкой на этом все ребят но в целом достойно достойно откопали считая то что это фундамент уже давно давно кем-то начатый кем-то уже разрабатывался мы просто его продолжили вот сейчас наверно с рустиком пойдем искать новый какой-нибудь фундамент хотя новых не разработанных нетронутых здесь нету все какой-то мере подолбили к сожалению на прошлом копия щуп потерял не знаю где-то воткнул и забыл уехали так что будем работать без щупов каким способом я спас как раньше делал делаю пробные копки со всего фундамента и смотрю по засыпке насколько глубоко он уходит то есть это вам на заметку если работаете без щупа нужно делать пробные копки заодно смотрите на сопутку на засыпку на какой глубине и так вот нужно делать наверное 45 копков чтобы узнать какие пределы фундамента ну и все все размял я свои голосовые связочки потому что после того как копейку попью широко заварили вчера мясо куча осталось ребят жесть сколько мясо осталось вот не доели все хорошо болтать идем копать находки ну что ребят первую часть мы посмотрели если вам понравилось это смотрите обязательно и вторую часть которая будет в себе тоже немало интересных сенсационных находок будет и медали будет и серебро и меди банальные находки из из советов я демонстрировать не буду так что приятного вам просмотра второй части ребят у димана по верхам по выбитым фундаментом пробежался ох смотрят на вторая копейка тоже сундамент 20 серебро я вам ночью показывал а вот на утро он поднял вот такой масонский пятак с фундамента дать к сожалению для жопа ну вот так вот пока реки прикольные хочу там бит сиська ребят такое называет еще некоторые сиська прикольно еще одна а это клевер или нет не клевер . ну как тут а ну-ка ты чё будешь хвост я спросить вырубит давай покажу это че такое блять смотри листья видишь это советсина это советсина оклад что оклад что ли да нет 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 оклад оклад делали в уеком я сомневаюсь ребят скажите кто знает такая вот проволока медная листики наверное все таки тоже латунные или медные кованые не не кованые штампованные диман говорит что это от оклада ну я сомневаюсь я думаю декоративное что-нибудь такое эдакое с фундамент этой да штамповочка вот ты кусочков нацеплял ешь да и налево что будешь делать потом клейте их больше так еще нет чему вот трешка трешка 24 с фундика копеечка какого-то и так 38 и 28 и 28 такие и вот смотрите это сегодняшнюю его такая более-менее хорошая наводка 1870 если честно вот серебрушка для меня как-то не очень чем вот это вот охрана смотри какой горел на у этого чё блин даже по-моему этот какой где-то ночью венциг дальше венциг гербурга как я что-то копье тысячи и двушечка еще 1880 ну и короче тут меди короче вот к нам самару даже кавказ приезжает копать у них-то блин горы лопат не воткнуть вот она это десятка еще и до самой социрусной нахо 3 какой-то не 53 вот это что такое ну так вот ребят чем неплохо я считаю блин а еще крестик вот ты сегодня крестов нахопал вот его лопата чиркнул проверял как улетал золото золото не темнее я всегда монет а ладно который сами ребята не показывал мы сегодня утром вот на пяти машинах камрады подъехали поздно ночью я вам не снимал кое-как доехал женька кое-как доехал с диманом на пару рустик на старый ушел женька ушел туда пацаны сейчас переедут на другой фундамент где они там пару советов подняли и хотят туда переместиться но мы наверное здесь здесь подождем серёгу еще одна машина должна подъехать получился небольшой такой вот слётик слётик камрадов что ребят пришли мы сюда вот за нам на фундамент и знаете что здесь вкусняшка вкусняшка выпала вон у того товарища как говорится кавказец кавказец его прозвали уже для дэн показывай вкусняшку свою ли я пришел лишь из-за того потому что я такие монеты не видел мы все вкусняшка на дергал гептумы на кавказе приехал с кавказа все найти вы ищет ох какая интересненькая такая 15 копеек 1 злотый ёпти офигеть 15 15 копеек от серебро какой год вы говорите я разглядел 38 год вот это чума я мы я сколько с пацанами копаю никто из пацанов моих копателей не находил такую монету мои поздравления год назад денис откопал всякую хрень он прям ходил матерился блин практически думал бросить это дело не думал хобби интересно два года назад я думал а когда мы последний раз михалыч толпой копали когда два года уже прошел что не на монетку приятно очень приятно это единственно сегодня классная и масонский пятак переплюнул и александровский пятак переплюнул все другое серебро которое у нас сегодня было king а вот вот что надо искать вот что надо искать это серебро серебро красавчик чем мои поздравление держи красавчик так михалыч у нас чего-то это грустит наш фартовый трактор фартовый трактор монета за монетой у михалки михалыч дай или врет врут они до михалыча смотрите сколько михалыч прок про то ракторил сколько дн и сколько диман смотрите у старого камрада смотрите в два раза больше шур вот так вот причем 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 он еще готовит там ребят бездельники вы бездельники а михалыч вон трактор 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 кстати диман видел это видео сюжетик я в вк выкладывал как кинг это откопал в лесу когда в москву ехал в лесу гулял с девчонками откопал серебряную цепочку ну пожалуйста вот эта собака кладоискателя просто мы находимся в лесу вот он рыл ямку вот копал и вырыл пожалуйста мы не знаем конечно серебряная она или нет но откуда он это взял непонятно кингуш посмотри нос весь грязный вот пожалуйста александр ну вот видно что это ваша собака он просто тупо нарыл цепочку иди отдай ты же должен отдавать это кинг вот в общем нашел цепочку покажи тут право вообще как это может быть кинг молодец кингуха первое место самара ламп кинг ну вы наверное видеосюжет уже видели на в начале я его вам приложил кинг ты не закапывай а мы вот такие мы археологи по закопкам да ладно идем мы вон там он сейчас пробуем рустик все никак не успокоится тот фундамент скоро серёга подъедет так что ладно день начинается серебра с крутого серебра но кд чемпион вот он красавчик чемпион чемпион гордки слова скрули красавчик до приехал самару кисловод скрулит красава ладно приезжать к нам в гости тоже будет находить такой серебра идем идем что ребят прибежал от пацанов копнул два раза фундамент как бы взорванный но как-то непонятно знаете здесь скорее всего была печь вот и какую-то холм непонятно походу все шурфили и вовнутрь все скидывали ну вы знаете сверху сверху маленькая ямочка и вот на монеточка что за монета это советик пять копеек к сожалению сказать вот не могу ну-ка кинка ближе поближе очень надо искать обстреляли ну и нет не вижу ребят не вижу какую будет ну где-то 40 выгода это точно 40 вы не 50 а 40 вы потому что всего венцов 1 2 3 7 7 венцов зачетно заберем ребят монетку я потер я просто любопытно все пятаки потому что они в каталоге проходят по хорошей дорогой цене и данная монета 36 года сейчас прикрепляю стоимость дзинь дзинь я не знаю вы знаете ну я предполагаю что экземпляр будет хороший ну и дорогой кому-то он отправится в коллекцию идем дальше итак ребят находка перешел я в такие кустики это у нас кусты черной смородины и вот смотрите монеты но монеты честно тем что может быть и прикольно может быть и нет это ленин с протянутой рукой 50 копеек это сегодня самый крупный номинал 50 копеек класс и так ребята вот еще один фундамент вот с этого места я дернул короче 5 копеек 36 там у нас серега еще подъехал вот так что у нас пополнение и женька вот из этой вот ямки маленькая ямочка вот на вот дернул еще несколько монет он еще камрада вот ебты камрад камрада видит издалека и вот смотрите чем вот несколько монеток он поднял и монеты все тридцатых тридцатых годов на кинг ты чё чуть не сожрал вот так вот ладно продолжаем а я заснял ребят вот приехал у нас товарищ вчера я стрим делал вот именно с этим вот диман здорово дорогого новый камрад и еще привет ребята только что приехали с места одного оба всего 2 что ли отчет от хреново как было до 42 года тут 42 она недорогая 10-15 до 2 лапка меня сердце ёкнула прям же вот и еще упала тоже ох а у него интересно тем что ребята него вот на пчелочка пчелка всегда радует ребят очень радует пчелка достаточно редкая монетка их такой бутылки вот в общем бригада у нас уже ух получился у нас такой знаете слет небольшой причем не договаривались ни хрена блин просто все приехали на одно место не созвонился один как камрад паша 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 колпаков сказание представляете я созвонился он хотел сюда приехать я пашки чё из-за нескольких монет сюда не хрен даже ехать красавчик вот и так что приехал передать монеты человеку который выиграл их вот и короче ребят обещание камрад держит именно на стриме мы разыграли бесплатный лот 1 2 3 номер 4 номер 4 сергей шамаев ёпты мать это наша модератор нет сергей шамаев мои поздравления сережа ты победитель и вот у нас димка привез вот эти монетки вот они 7 монет так что эти монеты у нас уйдут сергей шамаева вот сереж мои поздравления монетки у меня их немножко может подрабатывать как ты меня просил чтобы по одному экземпляру привел в порядок а ты уже сам хочешь попробовать почистить но в принципе мудрое решение я сделаю по одному экспонату как я делаю и тебя остальные нечищены так что сереж мои поздравления ты чемпион так что вот этот фундамент можно разработать я в кустах разрабатываю только что ленина там достал с протянутой рукой вот ну не знаю может быть сейчас вот здесь вот продолжим фундамент бить чем-то когда-то кем-то начинай ну ладно думаю дима сейчас нами останется и я продолжу там на дальних фундаментах попробую там все-таки там было серебро в том году 25 копеек масоновские интересные находки были поэтому хочу попробовать там ночь ночью там верховую двадцатку подняли николая серьезно интересные места здесь очень живописные старые на ребенке была основана еще в 1738 году места очень красивые я уверен что на этих холмах раньше как в свое время может быть даже были и древние поселения какие-то возможно какие-то кочевые племена ладно в таких местах погода в принципе радует прохладненько ветерок дождей нету вообще классно ёпт его мать а тут серёжа серёжа пришел террорист он сейчас будет он только приехал и сейчас будет собирать со всех дань вот у него калаш с собой взял так что ребята а пустой а чтобы ты нас у нас находки не забрал ну а так что так вот у нас сегодня весело ребята конечно же без горячительных напитков и горячего ужина у нас не обходится сегодня просто мероприятие шикарно но все прилично все прилично в мужской компании да кенгуля мужская компания ну давайте дальше смотрим кто чего откопает еще один еще один фрагмент есть смотрите какой ох блин смотрите ребят пишите в комментариях что за гриб покажи все красивые а он целый или гнилой не целый ой смотрите как у гриба я честно говоря впервые такое вижу ребят напишите угадаете нет я знаю что что это за гриб а вы напишите класс грибочек вообще прям на целую сковородку жарюхи ночи красавчики вот такие вот у нас есть природные ресурсы самарской области ладно сегодня прям бригада ух у нас кое-где там обед обсуждением но многие познакомились сегодня так что классно ладно продолжаем king услышал и пошел на звук как дети развеет мужикам уже под 50 лет они все из калаша стреляют паш постреляй паш все больше не дают да но серёга у нас еврея еще тот сам рожки целый выстреливает вот ребенок номер один на ребенок вон номер два подбежал красавцы ну дурачки я пацаны есть пацаны ребята ну что ребята мило там находка но пока находку одновременно у нас же не здесь старая старая копеечка какой год к сожалению сказать не могу но по гербу можем сказать что до 35 года приятная копеечка не знаю что там как-то но у меня тоже не менее интересная находочка это у меня сразу могу сказать советик тоже старый образец но на этот раз и 10 копеек 33 год вот у нас рамочник фу ты блин рамочник щитовик у тебя 32 32 у меня 33 щитовичок ладно зачетно есть что-то вот него смотрите есть сигнал хороший джейн говорит надо его в прямом эфире давай же копать прямом эфире посмотрим вот этот столбушок радует это тогда может быть чернина ребят может быть и чернина пока столб не отваливается можно копать походу кинул нет нет непонятно потом прямом эфире то скажет подложили или еще что-нибудь мы честные копатели если мы были подкладывали у меня бы камрады и все остальные бы просто-напросто здесь же закопали на если бы я подбрасывал но у нас честные копы все находки реальные настоящие мы не шоумены ну знаешь на прав как практика показывать если глубокий сигнал то может быть здесь шмурдяк железо просто-напросто ну кровельного железа вряд ли потому что уже достаточно глубоко на глубине практически границы материка вот так вот ребята достаются находки на шерфе приходится много копать хочу сказать что же не первый раз шурфит вот и все пропал цветной сигнал чернина осталось чернина еще раз прозвольте кучу поставь катушку сейчас попробуйте а может так вот он ага да ребята или да это царская царская монета николаевского образца по размеру 2 копейки да это две копейки царские 1900 год красивый год 1900 вот такая монетка из глубины красавчик 1 царь твой сегодня да ну чё скажешь про шурфы да ничего в принципе сложного нет земля мягкая когда кирпичей нет земля мягкая это столько сколько находок сегодня поднял ты сможешь поднять верховые на этой деревне здесь нет вот видите ребят шурфы дают свои результаты так что мои поздравления первый царь сегодня женьки классных ладно продолжаем итак ребята одиночные находки я не показываю меня было несколько там монет вот но одновременно у нас выпал сигнал уже не выпало старый образец ох у него рамочник вот тут и постоянно путаю него щитовичок тридцать какой-то год к сожалению не вижу 31 да вот медный сплав почистится в принципе будет бодренько вот но у меня тоже монета но какая немножко поскромнее вот она это у нас 15 копеек тоже но на этот раз сорок восьмого года была до этого копеечка что-то у меня еще там было вот но два сигнала одновременно решил заснять рядом копает серёга соседний фундамент дальше соседний фундамент рустик в общем разбились на 1 2 3 на 4 на 4 бригады и все копают фундаменты находки есть чуть позже как остальные откопали я буду вам показать итак ребят ну что мы русика позвали немножко с нами покопать факт том что здесь пробок так таковых нету проволоки нету если это сигнал то монеты вот сейчас прямом эфире я хочу вам заснять вот сигнальчик в принципе невнятный но он верховой где-то я надеюсь что это не пробка или не какая-нибудь хрень чего не знаю потерял о да ребята вода монетка 15 копеек год 40 на 46 самый популярный но фактом что монета видите вот она бревно вот закладной камень вот стоечка под бревно где прибывалась полы нахожусь я около печи и находки вдоль печи ребята вдоль печи вот на печь и вот так вот я сейчас буду все идти именно к женьке вот так вот обруливать печь находки будут вот так вот и уже не там очень много находок запутка ребята смотрите какая интересная вроде железная но она смотрите с эмалью вот такой чайнички его возьму на реставрацию скоро я начну заниматься реставрацией вот бутылочка вот такая целая без надписей единственное что здесь к н.о. горшочек вот такой вот и ухват это сопутка именно кухонная и это радует ребят это была печь на которой готовили пищу там вот печь это все таки тепловая было обогревали ну ладно находки есть радует чуть позже покажу что накопал вон там бригада там михалыч жару дает пацаны удивляются копают один фундамент а михалыч один около 30 монет поднял так что ладно мы будем пока скромненько и так ребята очередной сигнал хочу тоже в прямом эфире все снять а я вижу вот на монетка красавица ребята большая у нас пятак ребят пятачок советский год вот старый я посмотрим может разгляжу троечку видно ну скорее всего 30 32 ребят пятачок тридцать второго года тоже не менее ценный и сохранчик такой более-менее зачетно продолжаем ну что ребят очередная находка камрада так где-то здесь а вода вот она а 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 Я окупил свой кок, да? Блин, ты весь сезон окупил, ёп ты. С тебя пиво сегодня. Нет, подожди, сезон, я медаль в этом сезоне. С тебя планет. Медаль, да, медаль это по сравнению с этим вообще. Калаш есть, да, серый? Всё, всё. Охренеть, бля. Всё, всё, всё. Красавец, Женька, блин. От души честно, ребята. Я не завидую, но, на самом деле, класс. Ты видел что-нибудь? Нет? Я ничего не видел. Эй, я что здесь? Эмоции ваши, Серыш, как вы думаете, да? А кто нашёл? Кто кто? Женька, блинёк? Женёк, да это кирпич, а не двушка. Всё, бери. Вот здесь вода, блин. Внимай, пошли выйдем, а. Русь-то к нему навстречу идёт, чуть-чуть не дошёл. И я тоже иду к нему навстречу. Во-первых, она кривая. Во-вторых, она ржавая. Я заберу, да. Вообще красавчик. Красота, блин. Ну, а сейчас давайте немножко расскажу о данной монете. Монета в две копейки 1925 года. Это своеобразная мечта любого кладоискателя и коллекционера. Нумизматическая стоимость монеты 2 копейки 1925 года составляет порядка 25-40 тысяч рублей при условии сохранности. А реальную цену я вам покажу чуть позже. Монета чеканена из меди и весит почти 6,5 грамм. В 1925 году является последним годом, когда советская монета, в том числе и 2 копейки, чеканились из меди. С 1926 года для чеканки стали использовать сплав алюминистой бронзы, а монета стала весить привычным всем гражданам СССР 2 грамма. В советское время 2 копейки 1925 года были для нумизматов самым настоящим раритетом. Зачастую в советских каталогах и рукописных листах проставляли напротив цену просто слово «Раритет». Как говорят кладоискатели, основная масса монеты 2 копейки 1925 года сосредоточена в районах Башкирии и соседних областях, в том числе и Самара. Именно там, по некоторой статистике, обнаружено большее количество этих монет. Именно благодаря кладоискателям, монета 2 копейки 1925 года перешла из раздела «Раритетов» в редкие. Бюджетный вариант вполне можно купить в пределах 15 тысяч рублей. А за последние 10-12 лет стоимость монеты увеличилась примерно в 1,5-2 раза. Цена могла бы вырасти куда больше, но на нумизматических рынках ежегодно поставляются десятки свеженайденных экземпляров. Ну а сейчас давайте пробежимся по ценовой политике именно проходов данных монет. Для начала посмотрим стоимость монеты в сохране XF. Стоимость составляет 89 тысяч рублей. Проходов 4. Достигнута цена на торгах 70 тысяч рублей. Сохран монеты, как вы видите, неплохой. Следующая VX. Стоимость монеты составляет 44 тысячи рублей. Достигнута цена на торгах 57 тысяч рублей. Давайте посмотрим более худший сохран монеты. Достигает уже 32 тысячи рублей. И проходов таких монет 10 штук. Сохран, как вы видите, не особо. Ну давайте посмотрим и совсем плохой сохран. Сохран G. 12 тысяч рублей стоимость такой монеты. Достигнута цена на торгах составляет 12 тысяч рублей. Монета в очень плохом сохране. Ну а сейчас давайте посмотрим проходы именно по шкале. Как вы видите, большое количество было найденных и проданных монет. Средняя ценовая политика такой монеты 50 тысяч рублей. Но достигнута и 113, как вы видите на своих экранах. Да, благодаря нашим братьям-комрадам монет откопано достаточно. И монета перешла из-за раритетов именно в разряд редких. Так что приятных вам таких находок под катушку. Ну а на этом и все. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok